Здравствуйте! В эфире новости губернии в студии Ильдар Кагиров. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Громкое преступление в Тольятти. Из автомата расстрелян мужчина. Эхо 90-х или новые криминальные разборки. Подробности первой версии в нашем выпуске. Лучшие сотрудники МЧС России в Самаре по горячим следам искали очаг возгорания виновников происшествия. Правда, только в рамках заданий конкурса. Вместе с инспекторами и дознавателями картины ЧП восстанавливала наша съемочная группа. Такая большая и такая разная. Страна Россия. Вся география на одном телевизионном фестивале. Традиции народов и богатства природы в репортажах, кино и даже мультфильмах. Какую награду жюри присудило каналу «Губерния» расскажем через несколько минут. Прирост экономики Самарской области выше, чем в среднем по России. Кроме того, регион признан лидером ПФО под темпом роста поголовья крупного рогатого скота. И стал единственным в округе, где не допустили сокращение стада. Итоги социально-экономического развития, освоения бюджета, а также главный финансовый документ на ближайшие три года сегодня обсудили на заседании областного правительства. Об успехах и планах в репортаже Анны Архиповой. Воловой сбор зерна увеличился на 20% и заставил без малого 2 миллиона тонн, что полностью покрывает потребности Самарской области. Регион признан лидером ПФО по темпам роста поголовья крупного рогатого скота. И стал единственным в округе, где не допустили сокращение стада. Правительство активно поддерживает аграриев. В этом году начали выплачивать субсидии на организацию цехов по убою скота. Большой популярностью пользуется программа по развитию фермерского движения. Осуществляются меры по модернизации аграрно-промышленного комплекса. Более 2 миллиардов рублей потратили на приобретение спецтехники. Поддержка АПК – цель, озвученная в ежегодном послании губернатора, достигнута. Нам стратегически важно обеспечить рынок собственным натуральным молоком. Минсельхозу нужно усилить работу по 10 начатым молочным комплексам, ускорить проработку вопросов по строительству нового молочного завода. В ближайшие 2-3 года в области нужно построить 100 малых ферм на основе государственного частного партнерства. Это фермы в основном на 100 коров, 200 коров. В регионе возводятся крупные молочные комплексы. В 2016-м планируют ввести в эксплуатацию сергиевскую птицефабрику, а также комплекс по производству и переработке грибов в промышленном масштабе в Кенельском районе. Заметны изменения и в социальной сфере. В этом году Самарская область получила беспрецедентный для нас объем финансирования из федерального и областного бюджетов на реализацию программы по устойчивому развитию сельских территорий. Порядка 1,3 миллиардов рублей. В том числе по федеральным средствам рост в три раза. Особое внимание в своем ежегодном послании Николай Меркушкин уделил социальной и духовной сферам. В частности, обратил внимание на демографическую ситуацию в регионе. К большому сожалению, сейчас в условиях роста рождаемости в регионе продолжается естественная убыль населения. Высок прирост смертности 4,1%. Хочу сказать тоже, 9 регионов по Волжье имеют естественный плюс. Мы имеем естественную убыль. В этом году ситуацию удалось переломить. По итогам за 8 месяцев рождаемость в регионе увеличилась на 1,3%. Смертность снизилась. Плюс стало больше желающих переехать в регион. В сумме в этом году впервые за 18 лет численность населения Самарской области увеличится почти на 2000 человек. 2014-й можно считать успешным. Активно развивается промышленный сектор сферы жилищного строительства. Согласно майским указам президента, зарплата бюджетников растет. Запущено первое предприятие в особой экономической зоне. А это новые рабочие места. Последние два года имеют темпы ростом и в области развития промышленного производства, и новых производств. И заработала экономическая зона, заработали инвестиции. Почти по всем направлениям у нас есть достаточно положительный результат. В 2015-м «Динамику» намерены поддерживать. Почти 60% расходов в следующем году направят на образование, здравоохранение и социальную политику. Бюджет дефицитный. Однако все поставленные губернатором задачи будут выполняться. В приоритете улучшение инвестиционного климата региона. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, Новости губерния. Самара, Тольятти и Сызрань – лидеры в рейтинге должников за топливно-энергетические ресурсы. За этот год число неплательщиков жителей области и управляющих компаний существенно увеличилось. Кроме того, крупные предприятия, в том числе и промышленные, до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Такие итоги подвели сегодня на заседании штаба по энергобезопасности региона. Председатель правительства Александр Нефёдов поручил детально разобрать вопросы и проработать механизмы их решения. Многие районы зашли без задолженности за потребленный газ. И все вопросы, которые на эти 319 миллионов практически были составлены график о погашении задолженности, по электроэнергии, по Самароэнергии у нас потреблены, у нас задолженность. Сейчас 1,154 миллиона начало было отопительного сезона. Кто имеет такие вопросы, значит, заявления в суды, чтобы были оформлены, и пусть это идет своим чередом, зажимайте, чтобы все поняли, что сыр бесплатный, но только в одном месте хранится. Продукты, воздух и аппаратуру на МКС доставила российская техника. Сегодня в 10 часов 9 минут по московскому времени ракета-носитель «Союз-2.1а» была успешно запущена с космодрома Байконур и вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс М-25М». В 16.08 в штатном режиме он пристыковался к отсеку «Пирс» российского сегмента станции. Космический комплекс в таком составе стартовал впервые. Ранее транспортные грузовые корабли запускали с помощью ракет «Союз-У». По грузоподъемности «Союз-2.1а» на 300 килограммов превосходит прежний носитель. Ракета разработана и изготовлена в самарском РКЦ «Прогресс». Она оснащена новой цифровой системой управления с использованием современной элементной базы, единой для всех трех ступеней. Новая цифровая радиотелеметрическая система измерения. В программе летных испытаний комплекса «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» запланировано 4 запуска. И еще 3 старта намерены осуществить в 2015 и 2016 годах. Напомню, американский частный космический корабль «Сигнус» с провизией и научным оборудованием для экипажа МКС был уничтожен спустя 20 секунд после старта. Причиной стал взрыв ракеты-носителя «Антарес». Добавлю, на первой ступени ракеты установлены двигатели AJ-26. Это модификация НК-33, разработанного на моторостроительном заводе Минифрунзе, ныне ОАО «Кузнецов». Основная конструкция системы подачи топлива и связанное оборудование изготовлена на Днепропетровском Южмаше под контролем КБ «Южное» и рядом других украинских предприятий. На ОАО «Кузнецов» нам сообщили, что самарские двигатели на старте начали работу в штатном режиме. Что пошло не так, предстоит выяснить специальной комиссии. Этот двигатель имеет большую положительную статистику. Этот двигатель в рамках «Антареса», но в модернизированном варианте, успешно уже отлетал 4 старта. Это не первый старт «Антареса». Поэтому говорить о какой-то там роковой случайности или о чем-то еще, я бы на самом деле здесь не стала. И торопить события тоже. Ракета-носитель «Антарес», как вы знаете, поставляет полезные грузы для Международной космической станции, то есть для космонавтов. Поэтому делить здесь зоны ответственности будет неправильно. Ни технически, ни политически, ни идеологически. А в Роскосмосе по этому поводу заявили, что готовы предоставить российские корабли для срочной доставки грузов на американский сегмент МКС в случае, если от НАСА поступит соответствующий запрос. Убийство в Тольятти. В центральном районе города расстреляли 38-летнего мужчину. Звуки автоматной очереди прозвучали в районе Тольяттинской филармонии. На место происшествия отправилась Ирина Громеза. Смерть на пороге фитнес-центра. 38-летнего мужчину расстреляли из автомата в половине девятого утра, когда он направлялся из машины на занятия в тренажерный зал. Он расположен на улице Победы по соседству с Тольяттинской филармонией. Единственным свидетелем преступления был охранник убитого, который в момент расправы оставался в автомобиле. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа. По предварительным данным установлено, что в отношении мужчины было произведено не менее четырех выстрелов из автоматического оружия, после чего преступник скрылся на автомобиле отечественного производства. Недалеко от места убийства, буквально в полукилометре, был обнаружен автомобиль ВАЗ-2114. По предварительной версии, именно на нем преступник приехал к фитнес-центру. Среди обгоревшей груды металла был также обнаружен автомат. Как рассказали следователи, машина числится как угнанная. По официальным данным, личность убитого сейчас устанавливается. По неофициальным, это был азербайджанец, известный в определенных кругах, как Руслан Седой. На месте преступления собрались несколько десятков человек, представители национальной диаспоры. От интервью на камеру они отказались, но рассказали, что Руслан был хорошим человеком, которого все знали. А первый заместитель начальника областного главка Николай Турбовец высказался о жертве киллера, как о представителе 90-х. По факту случившегося завели два уголовных дела. По статье убийства и незаконное приобретение, ношение и хранение оружия. Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Новости губернии. Тольятти. Отдых на курорте закончился трагедией для самарской туристки. 44-летняя Елена Куликова погибла во время морской прогулки на индийском Гоа. От сильного ветра прогулочный катер, на борту которого находилось 10 граждан России, перевернулся. Трем женщинам не удалось спастись. В их числе была и жительница Самары. По данным информагентств, на борту судна не оказалось ни одного спасательного жилета. Сейчас тела погибших по-прежнему находятся в Индии. Мать Елены Куликовой рассказала, что сама пока не знает подробности трагедии. В частности, какая турфирма организовала отдых и была ли оформлена страховка. Выяснением всех обстоятельств сейчас занимаются российские дипломаты в Индии. Беспрецедентное судебное решение. Впервые в регионе за мошенничество в сфере ЖКХ директор управляющей компании получил реальный срок лишения свободы. Речь идет о приговоре по делу экс-главы Тольяттинской компании ЗАО УК ЖКХ Максима Скоробогатова. Напомню, долги организации перед поставщиками коммунальных услуг превысили 25 миллионов рублей. 13 из них недополучила компания ВОТГК, которая выступила пострадавшей стороной по уголовному делу. Как выяснил суд, деньги, которые жильцы исправно платили по квитанциям, частично были похищены с использованием фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные договоры. Частично переведены на счет новой компании с одним именом названием. От предшественницы, ныне она признана банкротом, ее отличает только форма собственности. Была ЗАО УК ЖКХ, стала ОАО. Самообвиняемый вину свою не признает. По версии защиты, его необходимо оправдать. Гособвинитель же запросил для Скоробогатова 4 года лишения свободы в колонии-поселении. В итоге суд вынес решение о реальном сроке продолжительностью 2 года. Раньше подобные дела, как правило, заканчивались условным наказанием и штрафными санкциями. Максим Скоробогатов намерен оспорить приговор, а представитель ВОТГК собирается добиваться возмещения материального ущерба в гражданском порядке. По горячим следам, в умении установить причину возгорания соревновались лучшие дознаватели страны. В Самаре проходит финальный этап всероссийского конкурса среди сотрудников МЧС. Продлится он до конца недели. Участвуют лучшие представители из 20 регионов России. Через что им предстоит пройти, чтобы победить, знает Ирина Трофимова. Детские игрушки, посуда, мебель. На фоне сгоревших практически дотла некогда жилых комнат. Примерно такую картину видят дознаватели каждый свой выезд. Их работа начинается с подробного отчета о действиях пожарных на месте ЧП, заканчивается уже выводом о причине возгорания. Объекты для проведения соревнований долго искать не пришлось. Например, здесь в августе этого года действительно бушевал пожар. Реальные причины его еще только предстоит выяснить. Ну а пока на месте сгоревшего дома оттачивают свои профессиональные навыки сотрудники МЧС. Двухэтажную деревянную постройку уже давно осмотрели самарские дознаватели. Сообщение о пожаре поступило в 2 часа 50 минут. Ну, соответственно, в ходе проводимой проверки по данному пожару, пока материалы, вернее, переданы в отдел полиции номер 9 по городу Самара, проводится проверка. Возможно, усматриваются признаки поджога. Теперь очередь коллег из других городов. Им-то и предстоит на месте, не зная причин и возможных виновников, установить истину. Немые свидетели, лишь обломки здания. С помощью спецприборов изучают повреждения снаружи и внутри. Замеряют дверные и оконные проемы. Осматривают провода и прочие коммуникации. На графике восстанавливают детальный вид постройки. Мы сейчас изучаем пути распространения горения, как они отразились на конструкциях. И впоследствии, когда мы будем работать внутри помещения, мы будем устанавливать помещения, которые наиболее были подвергнуты разрушениям вследствие пожара. На основе этих данных позже выдвинут версии произошедшего и возможных виновников. На всю экспертизу в среднем уходит около 10 дней. У участников и того меньше. Победителем станет тот, чья версия ближе всего к реальной картине происшествия. Ирина Трофимова, Олег Айдаров, Новости губернии. 62 года на круглосуточной службе. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны. В Тольятти в этот день презентовали точную копию патрульной машины из советского прошлого. А в память о полицейских погибших при исполнении открыли обелиск. На церемонии побывала наша съемочная группа. Эта восстановленная патрульная копейка – единственный экземпляр в области. И один из редчайших в мире. Именно на таких ездили сотрудники вневедомственной охраны в 70-х. Профессиональный праздник – повод собраться не только торжественный. Полицейские почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Наибольшие потери понесло Тольяттинское подразделение. Поэтому не случайно, что обелиск открывают именно здесь. Это ни в коем мере нельзя объяснить, что они плохо подготовлены были. Да нет, не в подготовке дело. В том, что различные ситуации бывают жизненные. Они выполнили свой долг, несмотря ни на какие там жизненные устои или личную заинтересованность. Пять фамилий на монументе, пять трагедий. Вдова погибшего Олега Носарева Ирина с трудом, сдерживая слезы, вспоминает события почти 20-летней давности. Поступила ориентировка, разыскивался преступник по приметам. И они увидели подозрительного парня на лавочке. Вот Олег подошел к нему, просил предъявить подостоверение. В итоге преступник достал пистолет и стал стрелять. Памятник открыли по инициативе и на средства сотрудников и ветеранов Тольяттинского подразделения. Они уверены, так их погибшие коллеги останутся навечно в строю. Анастасия Гончарова, Виктор Соколов. Новости губернии Тольятти. Проект реставрации фабрики кухни подготовят в Москве. По итогам конкурса определилась компания, которая займется его разработкой. Победителем стало унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Для справки, это одна из старейших и крупнейших подобных организаций России. Ее специалисты занимались реставрацией древних зданий Московского Кремля, дома Пашкова. Восстанавливали исторический облик музея-усадьбы Коломенское, Петровского путевого дворца, здания Московского художественного театра и Театра наций. Напомню, здание фабрики кухни является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1932 году по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой и признано шедевром архитектуры русского авангарда. В конце прошлого года состоялось подписание соглашения по передаче здания в собственность Самарской области с целью приступить к работам по восстановлению уникального памятника. Вся проектная документация должна быть готова до 30 мая 2015 года, а закончить реконструкцию планируют к 2016 году. Прошлое, настоящее и будущее России связали между собой участники телевизионного фестиваля «Моя большая страна». Он завершился сегодня в Самаре. Награды присуждали в нескольких номинациях. Почетно, что одну из них получил и телеканал «Губерния». Кто и о чем снимал, как жюри оценивало работы и кадры из некоторых конкурсных фильмов в нашем материале. Такая большая, такая разная, но все же одна. Вся Россия на одном фестивале. Не каждый победитель смог приехать за своей наградой за тысячи километров, но каждый внес что-то свое в общее дело. 240 работ, 24 отобраны. Жанры от анимационной зарисовки до циклов, исторических программ, от репортажей до документальных фильмов. Рассказы о культурном многообразии России как страны, о том, какие разные мы и какие в то же время близкие друг к другу, как один народ российский. Это такая очень интересная тематика. Я бы даже сказал, есть мировой тренд, такой интерес к этно, к специфике. Другое дело, как показать, чтобы это интересно было. А было интересно. Жюри подтвердило, лучшие работы покажут в эфире федеральных телеканалов. В общем, в доступе появятся они и на сайте официального представителя конкурса. Как раз работы фестиваля «Моя большая страна» показывают, что практически в каждой региональной телекомпании есть люди, у которых есть и душа, и сердце, естественно, ум. И у них есть время для того, чтобы делать что-то очень важное для души своей и для своих зрителей. От Самарской области представлено было 32 работы, что вполне объяснимо. В регионе уживаются чуть ли не 150 различных национальностей. Многонациональный состав региона – это не только наше богатство, но и огромная ответственность. В связи с этим активное взаимодействие всех уровней власти, общественных организаций, средств массовой информации в вопросах сохранения межнационального мира и гражданского согласия является одной из важнейших задач регионального правительства. Награду в конкурсе получил и наш телеканал. Телекомпания «Губерния» с конкурсной работой «Очарованный странник». А конкретно вот за этот выпуск телепроекта про Асхана Зиганшина, о котором еще пел Владимир Высоцкий. Юноша, родившийся на Самарской земле, в далеком 60-м, участвовал в экспедиции в Тихом океане. 49 дней в ледяной воде выжили и вернулись на родину. Непридуманная, настоящая история. Программа историческая, она, в общем-то, казалось бы, не затрагивает никаких острых проблем и не решает никаких острых проблем и вопросов этнических, национальных. Но вот, наверное, она свидетельствует, награды свидетельствуют о том, что обращение к истории, анализ того, что там происходило, внимание к героям прошлого – это тоже своего рода решение этнических и национальных вопросов и проблем. А следующий фестиваль, вполне возможно, снова пройдет в Самаре. По правилам конкурса регион-участник, приславший большее число заявок, снова принимает у себя большую страну. Нина Ванина, Алексей Вельмискин и Александр Дудко. Новости губернии. Большой праздник дружбы народов Самара отметит на территории жилого комплекса «Волгарь» 4 ноября. Всех участников и гостей ждет спортивная и культурная программа. Презентация проекта «Парка народов», закладка капсулы с посланием для потомков, концерт «Виа Синяя птица», конкурсы и блюда национальной кухни. Все это в рамках празднования Дня народного единства. Ожидается, что в торжественном мероприятии примет участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Вход на праздник свободный, а для всех желающих будут организованы бесплатные автобусы от автостанции «Аврора» и площади революции с 10 до 15 часов. Чуть более недели остается до Парада памяти. Традиционно он пройдет в Самаре 7 ноября на площади Куйбышева. Начало в 12 часов. В честь поколения победителей торжественным маршем пройдут около 4,5 тысяч участников. Ход для всех желающих будет свободным. Будет реконструирован одно из легендарных сражений Великой Отечественной войны. В параде примут участие 12 регионов ПФО и Воронежская область. По площади пройдет военная техника. Будет работать выставка оружия, электронный тир, полевая кухня. А в небо над областной столицей поднимутся самолеты ПО-2, 4 Як-52 и вертолет Ми-2. Декрет учебе не помеха. С начала года более 350 молодых мам области прошли курсы повышения квалификации и переподготовки. Причем совершенно бесплатно. С 2012 года в России действует федеральная программа, позволяющая женщинам оставаться информированными специалистами даже во время ухода за маленьким ребенком. Ирина Грумеза побывала на курсах в Тольятти и выслушала отзывы студенток. Алина Индерейкина, мама годовалого малыша, снова готовится сесть за парту. В декрет она уходила с должности бухгалтера в марте 2013 года. А с января 2014 произошли изменения в законодательстве, регулирующем государственные и муниципальные закупки. Курсы помогают Алине оставаться грамотным специалистом, не прерывая отпуска по уходу за ребенком. Решила все-таки пойти. С мужем договорилась, ребенка с кем оставить. Мне очень нравится. Рассказывают у нас лекторы очень хорошие. Их слушать очень приятно, поэтому я не пропускаю ни одного занятия, стараюсь. Для мамочки это бесплатно. Она повышает свою квалификацию, она узнает о последних новинках законодательства. Благодаря этому у нее снижается адаптационный период, когда она выходит на работу. То есть она фактически, выходя из отпуска, по уходу за ребенком, сразу в первый-второй день, она полноценный специалист на своем рабочем месте. Федеральная программа разработана специально для женщин, имеющих детей до трех лет. Обучение происходит в центрах повышения квалификации, на площадках ведущих вузов и средне-специальных заведений города. Спонсирование идет из областного бюджета. Наиболее востребованы подобные курсы для представительных тех профессий, которые напрямую зависят от изменения законодательства или технологий. Процессы качества доп. образования контролируют службы занятости. Мы повышаем квалификацию бухгалтеров, даем знания 1С бухгалтерии, учатся кадровики, также 1С кадры, учатся дизайнерским программам нашей мамочки. Основное условие этой программы, что наши женщины должны находиться в трудовых отношениях с работодателем. В рамках федеральной программы молодые мамы могут даже профессию поменять. Для этого с ними работают психологи, которые помогают выбрать подходящую специальность для прохождения переподготовки. Ирина Грумеза, Борис Кислица, Новости губернии, Тольятти. Пока это все новости. Всего вам самого доброго. Норк, мутон, дубленки. Тысяча готовых изделий на новоторжской ярмарке в Экспо-Волге. Новинки, выгодные цены, гарантия, мех качественный. За шубой на новоторжскую ярмарку в Экспо-Волгу с 5 по 9 ноября. 30 октября в Самарском регионе сохранится теплая и сухая погода. Ночью плюс 2, местами до минус 6. Днем воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. На севере-западе регион от 4 до 6 выше 0. На востоке и юге плюс 6, плюс 8. Ночью в областной столице переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 3, плюс 2, местами до минус 6 градусов. В дневные часы в Самаре и Тольятти без существенных осадков. Температура воздуха плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова